Сегодня мы не будем говорить о том, что власти Испании все еще хранят молчание и не называют точную дату закрытия программы золотой визы. Это не новость. А еще мы точно не будем говорить о том, как цены на вторичку в Финляндии падают. С этим и так все понятно. Это и новость, и не новость одновременно. Вместо этого расскажем о затянувшихся спорах в Ануату Евросоюза и о том, как власти многих стран продолжают крестовый поход на рынок краткосрочной аренды. Об этом и других событиях миру международной недвижимости и иммиграции в сегодняшнем выпуске новостей при Ан. С вами я, Ольга Логовская. Поехали! Комиссия Евросоюза предложила отменить безвизовый режим с Ануату. И на этот раз навсегда. Но ведь граждане в Ануату и так уже давно не могут въезжать в Европу без виз. Так в чем вопрос? Тут важно вспомнить, с чего все началось. Безвизовый режим для граждан в Ануату, получивших паспорта после мая 2015 года, временно приостановили. Произошло это еще в 2022. Причиной стало недовольство властей тем, кому выдавали паспорта островитяне. Говоря простым языком, чиновники в Ануату делали это без тщательных проверок. И мало кому отказывали. И были даже случаи, когда гражданство страны получали заявители, включенные в базу Интерпола. Сильно, да? Тогда Совет Евросоюза поставил для Ануату ряд условий для возобновления безвизового режима. Снизить вероятность получения гражданства инвесторами, подозреваемыми в отмывании денег, коррупции, уклонении от уплаты налогов и прочих милых деяниях. Продлевали приостановку несколько раз. Но, по мнению комиссии ЕС, с Ануатом так и не исправились. Скорее всего, в ближайшем будущем граждане страны будут на общих основаниях получать визы для въезда на территорию Шенгена. Что это означает для россиян и белорусов? Да и для Ануату это конец. Программы инвестиционного гражданства этой страны были одним из немногих открытых для граждан и России, и Беларуси. К слову, их вообще около 10. И да, конечно, многие в свое время покупали местные паспорта для безвизового въезда в Шенген. Но, во-первых, уже с 2022 года такого безвиза нет. Во-вторых, возможность путешествовать без лишней бюрократии не единственная причина, по которой многие выбирали, да и скорее всего будут выбирать Ануату из альтернатив. Новый паспорт открывает доступ к международным банковским системам. И он по-прежнему может стать дверью для входа в ряд программ инвестиционного ВНЖ на территорию Евросоюза, например, Греции. Кроме того, местное гражданство стоит относительно недорого, так что хоронить паспорта в Ануату пока еще рано. Другое дело, что окончательный запрет со стороны Евросоюза – очередной сигнал об ужесточении контроля за всеми иммиграционными потоками. Владельцам объектов под краткосрочную аренду в Европе тоже не сладко. Власти многих стран, страдающих от перегрузки туристами, собираются в крестовый поход против туристического жилья. Тренд пока только набирает обороты, но определенно вызывает беспокойство. На прошлой неделе мэр Испанской Валенсии объявил о превентивной приостановке выдачи лицензии на туристические объекты на один год с возможностью продления на другой. Приостановка затронет жилье, расположенное в сообществах владельцев и коммерческих помещениях. Инициатива пока на рассмотрении, но в случае принятия вступит в силу до конца года. А ведь многие инвесторы брали объекты Валенсии именно под аренду. Почти одновременно французские парламентарии приняли закон об ужесточении регулирования краткосрочной аренды жилья через платформы типа Airbnb. Здесь главными мерами борьбы становится сокращение налоговых льгот и необходимость получать регистрационные номера, сдаваемые в аренду туристическим объектам. На Кипре недовольство высказали в Совете регистрации агентов по недвижимости. Правда, шума здесь больше, чем реальных предложений. В стране туристам предлагается не менее 15 тысяч жилых объектов. Чтобы их увидеть, достаточно зайти на любой агрегатор и просто подсчитать. А вот по документам, то есть официально зарегистрированных, чуть больше 6 тысяч. Непорядок, да? И тут уж дело вряд ли в тотальной беспокойности местных властей, душевным благополучием жителей. Все упирается в деньги. А точнее в то, что больше 50% сектора фактически работает в черную. По статистике, в год сдача объектов в краткосрочную аренду здесь приносит от 13,5 тысяч евро в Никосии и до 20,5 тысяч в Лимассоле. В лидерах подоходности – Пэя и Протарас, где заработать можно куда больше – до 61 тысяч евро. Кстати, на Пряне есть больше 10 тысяч предложений объектов на Кипре. Ссылочку оставили в описании. Окраничения на аренду вводятся или даже уже введены в Амстердаме, в Берлине, в Барселоне, в Дублине, в Лиссабоне. Да что говорить, даже из Финляндии, которую трудно назвать перегруженной туристами, на неделю пришла новость. Здесь хотят позволить муниципалитетам определять, разрешена ли краткосрочная аренда в жилых домах и отдельных жилых кварталах. Но что это значит с точки зрения, так скажем, практической? Если вы планируете инвестировать в жилье под сдачу в аренду, причем краткосрочно, обязательно изучайте новости по регулированию этой сферы в интересном для вас городе. И перед покупкой не лишним будет проконсультироваться с местными риэлторами. И снова приглашаем инвесторов в Грузию, где продолжается рост цен. В прогнозах, в частности от МВФ, упоминается рост экономики и активизация строительного рынка. Тем более, что он открытый для инвесторов из разных стран. Посмотрите, познакомьтесь, приценитесь. Первый в стране проект All Inclusive от самой крупной в мире сети Windham Hotels & Resorts. Вы покупаете отдельный номер под бренды, ведущий отельной сети и получаете стабильный пассивный доход, а также растущий в цене актив. Одновременно с этим, став собственником, вы получаете особые возможности для отдыха. Но как все это работает на практике? Где гарантия, что инвестиция действительно сработает? Понятно, что подобное предложение требует особого изучения. И мы приглашаем вас разобраться во всех деталях и задать вопросы на вебинаре, который состоится в ближайший вторник, 11 июня. Регистрация бесплатная, ссылка на мероприятие в описании под видео. В нашей традиционной рубрике сегодня отправляемся в Таиланд, на Пхукет. Еще лет пять назад, отвечая на популярный вопрос, сколько стоит недвижимость на самом популярном тайском острове, можно было дать ответ – от 100 тысяч долларов. Это не значит, что не было предложений дешевле, они были и остаются. И это не значит, что сейчас на рынке не найти вариант за 100 тысяч. Они есть, но средний чек приближается к 200 тысячам. Но 100 тысяч долларов – это по-прежнему некий рубеж, некая психологическая отсечка. За такие деньги можно говорить скорее о строящемся проекте, об апартаментах небольшой площади. Зато почти всегда возможна рассрочка, и можно рассчитывать на рост цен по ходу строительства на 20, а то и 30%. Тут уже надо внимательнее смотреть конкретные варианты. Вот, кстати, типичный пример – новый проект в районе Бангтау. Строительство начинается сейчас, а завершиться должно в 2026 году. Кондоминиум с классической курортной инфраструктурой, фитнес-центр, бассейн, ресторан, салон красоты, магазинчики. Конкретный пример и ссылка на похожие объекты на Пхукете в описании к ролику. На этом я с вами прощаюсь до следующей недели. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Жмите палец вверх, оставляйте комментарии. Будет очень интересно узнать, что вы думаете по поводу последних новостей мира недвижимости и эмиграции. Добра и мир ваш дом! Продолжение следует...